Время спорта Еще вас ждет эксклюзивное интервью с главным тренером хоккейного клуба Мордовия. Знаменитого Криро было настолько большим, что толпы болельщиков обложили гостиницу Меркюр еще задолго до приезда автобуса португальцев. Настырные фанаты готовы были часами смотреть на окна отеля в надежде, что их идол покажется хоть на секунду. И судя по видео, которое тут же разлетелось по соцсетям, Криштиану таки их не разочаровал. Но как ни старался лучший игрок мира прошлого года, а выспаться накануне матча с иранцами ему, видимо, как следует не удалось. В решающей игре он отличиться не сумел, да еще и умудрился не забить пенальти, а в концовке и вовсе с помощью ВАР решался вопрос о том, чтобы удалить капитана португальцев. Однако публика, покидающая Мордовию арену, разочарованной все-таки не выглядела, а самую бурную реакцию вызывали не действия футболистов, а работа судьи. Судейство в матче было полное дерьмо. Это несправедливо. У нас было много возможностей, но судья только в одном случае соизволил посмотреть видеоповтор и назначил пенальти ворота португальцев. Но он должен был это делать и до 90-й минуты. Мы недовольны результатом. Обе команды сегодня играли хорошо, но у Ирана было много шансов. Мы могли сегодня выиграть, но дальше идет Португалия. Мы желаем ей удачи. Судейство отвратительное. По крайней мере, два пенальти надо давать. Какой отличный. Два пенальти в сторону Португалии надо давать. Железно. Маленько не дожали. Криштиану Роналду не разочаровал вас? Может, разочаровал. А может, задуманно так было. Не-не-не, здорово сыграл. Иранцы сыграли лучше, конечно. Они были достойны победы. Не-не-не, судейство отличное. Саранск – супергород. Все лучше, все отлично, все молодцы. Маленько Ирану не хватило везения. Была очень хорошая игра. Мы очень довольны. Вот только судья слишком часто пользовался видеопросмотром. Это плохо. для людей. Я думаю. Спасибо. Все-таки все равно выезжаете домой. Наверное, обидно. Нет, сейчас ничего обидно нам. Мы чемпионы считаемся уже. Все это для нас. Мы уже все рады. И будем это порадоваться. Это для нас классно. Иран, Иран. Очень печально, что так поздно мы забили гол. Я думаю, что Португалия играла очень жестоко. И даже нечестно могу сказать. Я видел, как они били за мяч. Но я думаю, что Карли Скирович и Иран, они заслуживают уважения. Потому что никто не думал, что мы и так хорошо будем играть против Испании и Португалии. Немножко судья испортил, как мне кажется, матч. Ну, подпортил. Ошибочное назначение пенальти было, как его Роналду не забил. А так, в целом, понравились иранские болельщики и сама игра в целом. Представьте, если честно, пришли на Криштиана Роналду посмотреть. Сначала да. Но когда попала в сектор, где сидели только иранцы, пришлось бороться за иранцев. Ну и в итоге впечатления какие? Погорячие. Ну, круто. Круто. На самом деле, круто. Иранцы вообще крутые. По сравнению с Португалией, ну, они реально крутые. У Ирана просто не было денег, чтобы выйти в следующий раунд. У Португалии и Испании деньги есть. Сегодня наши парни заставили нас гордиться собой. Они играли все 90 минут на высочайшем уровне и показали очень грамотный футбол. Игрокам было неважно, что против них играют звезды мирового футбола. Они гнули свою линию, несмотря на судейские ошибки, и в итоге были вознаграждены. Этот матч останется в наших сердцах. Судью намыло. А Криштиану Роналду? Ну, он красавчик. Мы думали, что это по телевизору так все красиво. На самом деле, он крут. Но пенальти не забил? Пенальти не забил, но Месси тоже не забил. На матче Иран-Португалии в итоге был установлен рекорд посещаемости для Мордовии арены. 41 685 зрителей. Запомните эту цифру. Вообразить событие, которое бы собрало на трибунах Саранского стадиона большую аудиторию в ближайшем обозримом будущем, не представляется возможным. Рекордным стала и география гостей арены, ведь по официальным данным, на матче в Саранске побывали граждане 110 стран мира. Я из Китая. Жаль, что наша команда не играет на чемпионате. Китай, вперед! У Португалии были много возможностей сегодня, но они слишком легкомысленно к ним отнеслись. Фантастическая игра. Криштиану Роналду сегодня был не слишком вовлеченным в игру. Ему нужно было чаще давать передачи, но он лучше, чем Неймар. Впечатление уникальнейшее сооружение, замечательная обстановка в городе. Я был на ноу-камп, у нас лучше. Я думаю, что иранцы заслуживали больше, чем один мяч. Они могли забить еще. Так что португальцы, за которых я болел, еще хорошо отделались. Очень крутой матч, очень понравилось. Мы с вами с Рязани, с Рязанской области. Мордовия супер, вообще всем супер, все классно, все понравилось, спасибо. Мы из города Пенза приехали болеть за Португалию, за Роналду, но он не забил. Пенза завидует Саранскую? Нет, скажите, признайтесь честно. Мы признаем правду. Наш губернатор не мог, наверное, это строить. Вот мы завидуем вас, очень завидуем. Я думаю, Испания выиграет у России. В первую очередь, потому что у нас лучшая полузащита в мире. В нападении у нас есть проблемы. Жаль, что тренер не взял на чемпионат Альваро Марату. Остальные нападающие играют слишком просто. Но даже с такой атаками все равно огорчим российских болельщиков. 28 июня Саранск попрощается с чемпионатом мира. В последнем матче для Мордовии арены турнирных задач решаться не будет. Как и ожидалось, сборные Панамы и Туниса лишились шансов продолжить борьбу за Кубок мира досрочно. Но это ни в коем случае не значит, что праздник испорчен. Большой футбольный карнавал на улицах столицы Мордовии продолжается. Уважаемые болельщики, благодарим вас за посещение стадиона Мордовия-Арена. В минувший четверг в Саранске прошел заключительный матч чемпионата мира. По вывеске и ажиотажу встреча сборных Панамы и Перу на первый взгляд казалась не такой яркой. Но по общему антуражу и эмоциям болельщиков, эта игра была как минимум сопоставима с теми, что уже принимал Саранск. Панама! 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 Мы победили в матче чемпионата мира по футболу впервые за последние 40 лет. Мы очень счастливы. Саранск очень хороший город. Россия – это крутая страна. Россия! 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 Довольны игрой, довольны Саранском, довольны стадионом. Все довольны. Россия вперед! Большинство российских болельщиков, посетивших игру, не могли выбрать, кому отдать свое предпочтение. С одной стороны, это хорошо знакомые всем гостеприимные курорты Туниса. А с другой, ставшая уже такой родной, по крайней мере для местных любителей футбола, команда Панамы. Отлично! Арабские скакуны выиграли. Это что-то… Это очень хороший матч. Хотя у них очков нету. Спасибо! Вообще, Россия – чемпион! Они, например, очки и кочё они выбрали, но они показали классный футбол. Я не жалею, что я попал на чемпионат мира. И вашу Мордовию. Кого болели? Панама. Почему за Панама? Ну, вроде они наши. Жили здесь, пришли сюда. Я спецом готовился к этому. Мундиалеву. Очень даже. С деревни все бросил вот сюда. Деревню. Поливать так надо. Ой, надо. Денег много копили? Долго? Год. 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 Пенсии. Жена нормально? Семья как отнеслась к тому, что… Нормально, хорошо. Хорошо. Так что… Иди смотри, говорит. Душу отведи. Слегка расстроены из-за того, что болели за Панаму. Вот. Ну, в общем и целом, ощущения прекрасные. Потому что мы довольны общей атмосферой. Саранск и Мордовия показали то, что футбол – это на самом деле истинный российский вид спорта. Ну, по крайней мере, мне так показалось. То есть мы довольны. Супер. Спасибо большое. Но болели за Панаму. Просто мы из волонтеров, короче, мы хотели помогать. Типа переводчик по ирански, турецки, русски, английски языком. Ну, и приехали сюда, чтобы матч. Это первый раз, короче, я, конечно, на арену. Мне очень понравилось. Очень круто. В отличие от трех предыдущих встреч, после которых по эмоциям болельщиков можно было сразу определить, чья сборная стала победителем, победителем. После матча между командами Панамы и Туниса разочарованных лиц было просто не найти. Это лучший матч Панамы. До этого наши футболисты забили первый мяч в истории чемпионатов мира, а сегодня случился и второй. Это очень хорошее место. Я здесь впервые, и мне действительно все нравится. Хорошие люди, кругом порядок и чистота. Есть все для того, чтобы приехать к вам еще. Был отличный матч. Панама сделала все возможное, но проиграла. Мы поедем в свою страну с хорошими воспоминаниями о России и вашем городе. Великолепно. Прекрасно. Я не смогла посмотреть в вашем городе все, что планировала, потому что мне просто не хватило времени. Но это очень красивый город. Мне очень понравились ваши люди. Здесь и в Москве у меня был отличный опыт общения с людьми. Они всегда были готовы прийти на помощь, были приветливы, улыбались. Россия – хорошая страна, а Саранск – великолепный город. Саранск – красивый город. Мне нравятся ваши люди. Они очень интеллигентные и дружелюбные. А сейчас я пойду на вечеринку, которая продлится всю ночь. В Саранске завершился четвертый матч чемпионата мира по футболу. В нем принимали участие сборные Панамы и Туниса. К сожалению, ставшая для нас, для Саранска, родной сборная Панамы в этой встрече проиграла, уступила Тунису со счетом 1-2. Но чемпионат мира для нашего города не заканчивается. Все остальные матчи, матчи плей-офф, самые интересные игры можно будет посмотреть на фан-зоне. Несколько тысяч болельщиков после окончания игры двинулись продолжать свое веселье в презентационной зоне города-организатора «Саранска». Музыка на площади Тысячелетия не затихала до утра. Музыка на площади Туниса И в мире мы сами победили. Ведь год Россия! Совсем скоро столица республики вернется к своей обычной жизни. Но после чемпионата мира Саранск уже не будет прежним. Ведь по признанию гостей, самые лучшие тусовки у нас в городе. Мы приехали в Саранское и здесь очень круто, здесь очень классно. Где лучшие тусовки? Добрый вечер в Саранске. Просто знайте, любите, уважайте. Цените. Музыка на площади Историческая победа сборной России в 1-8 финала чемпионата мира по футболу, свидетелем которой мы стали в это воскресенье, заставила болельщиков от Калининграда до Владивостока испытать весь спектр эмоций. Переживания смогут ли наши выстоять в непростом поединке с командой Испании, достигшей кульминации во время серии после матчевых пенальти, сменились ликованием, которое продолжалось до утра. И выплеснулся стадионок, квартир, пабов и фан-зон на улице и на просторы интернета. Кажется, поединок России и Испании смотрели абсолютно все. Стать полноправными очевидцами событий удалось 78 тысячам фанатов, заполнившим трибуны стадиона «Лужники». Среди них были весьма известные болельщики. Ребята просто молодцы. Красавцы. Подарили людям праздник. Молодцы, ребят. Молодцы. Россия все-таки самая сильная. Молодцы. Всю сборную России поздравляю с победой всех нас. Но сегодня человек, который реально всех удивил, это реальная билтатура. Центром болельщинского ликования в городах-организаторах чемпионата мира по футболу стали специально организованные фан-зоны. В Москве на Воробьевых горах собрались 25 тысяч человек. В Санкт-Петербурге, несмотря на штормовое предупреждение, футбол на огромном экране посмотрело 15 тысяч зрителей. Фан-фест в Саранске также не стал исключением. Здесь за ходом матча наблюдали тысячи горожан. Эмоции, полученные во время матча, быстро выплеснулись в интернет-пространство. Основным персонажем многочисленных мемов и фото-жап стал главный герой матча – голкипер Игоря Кенфеев. Наиболее остроумные пользователи интернета даже предложили установить памятник его ноге, который был отбит решающей пенальти. Не осталось незамеченным симпатичное безмятежное три у болельщиков, которых во время матча, кажется, вовсе не интересовало происходящее на поле. Либо они были настолько уверены в победе нашей сборной. Свой следующий матч команда России сыграет против сборной Хорватии 7 июля. Несмотря на его исход, наши футболисты подарили стране праздник, который теперь навсегда останется с нами. Ну, соскучиться успели. Я даже по ребятам могу судить, что два месяца без хоккея, без своей такой, скажем так, любимой работы тяжело. Но, надеюсь, все отдохнули. И как раз период такой самый тяжелый, подготовительный. Надеюсь, пройдет без травм и с хорошим настроением. Ну, вот в этом году вы так достаточно рано собираетесь. В начале июля, там, обычно в середине вроде как собирались. Может, с чем связано? Ну, я думаю, наверное, болельщики, кто ходит на стадион, по окончании стадиона заметили, что большая группа ребят покинула нас. Ну, по разным причинам. Я не говорю, что покинули там кого-то. Мы подвинули, скажем так. Ну, и придется, наверное, большую группу молодежи брать. Ну, и для того, чтобы время было посмотреть, пожить вместе с ними, почувствовать характер, настроение ребят, которые у нас приходят. Поэтому чуть на недельку сделали побольше. Ну, и, как традиционно, мы выходили в первых числах августа на лет. Вот, выходим в 23-ю. То есть, берем запас во времени, чтобы посмотреть вновь прибывших игроков. Ну, пока какой-то план есть подготовки уже, что-то известно? Может быть, соперники или примерно? Да нет, ну, есть, конечно. Начинать нужно уже с плана, а не так уже вносить коррективы, когда идет основная работа. Вот сейчас, сегодня-завтра проходим диспансер. Заезжаем на базу сахарного завода, Ромодановского. Традиционно там у нас подготовка, нам там все нравится. И начинаем там общеподготовительный курс. С 23-го, там же, в Ромоданово, в Ледовом дворце, выходим на лед. И там включительно по 10-й августа там проводим. И в конце сборов, ну, запланирован матч со второй командой из Пензы. Потом приезжаем сюда, в Саранск. С 13-го у нас здесь лед, двухразовые тренировки на ледо. И с 17-го, с 17-го, как-то немножко, чтобы посмотреть все, что имеем. Играем две игры с Самары, они приезжают сюда, к нам, в Саранск. Ну, и традиционно у нас за последнее время турнир в Чебоксарах 27-го, 30-го. Ну, и плюс там где-то, может, что-то еще по одной игре успеем сыграть с кем-то. По игрокам, традиционно, наверное, самый интересный вопрос. Какой? Есть какие-то уже... Ну, сегодня 11 человек мы вновь, скажем так, начинает с нами подготовительный сбор. Ну, из тех, кого знает, ну, был у нас такой вратарь, я думаю, все его помнят, Паша Бусановский. Он изъявил желание попробовать, ну, посмотрим, насколько он готов быть. Ну, а два игрока из Тамбова, два нападающих, ну, а остальные молодые, там, ребята, два из Челябинска, два из Липецка, два из Пенза, два из Нижнего Новгорода. Посмотрим. Пока я считаю, что про них рано говорить, когда будет что-то предметное, что они остаются, мы их оставляем, тогда, может быть, предметно называть фамилии и о чем-то говорить. Ну, и вы в целом, как бы, от, скажем так, от нынешнего сезона, может быть, что ждете, с какими, может быть, с какими настроениями, я не знаю, к работе подключаетесь? Ну, это трудно прогнозировать, ну, по крайней мере, как вам сказать, будем бороться за самые высокие места, как сложится. Вот, посмотрите, в этом году, скажем так, удача немножко отвернулась, у нас в концовке игр с Тамбовым, две последние игры. В шестую в Тамбове 2-0 вели, и 3-0 вели у себя дома, ведь все казалось бы рядом, но где-то удачи не хватило немножко. Ну, во-первых, сейчас на сегодняшний задача заложить фундамент подготовки, базовый вариант для дальнейшего чемпионата, для дальнейшего чемпионата, так что будем сейчас пока вот такую задачу ставить, хорошо подготовить команду. На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни республики подошел к концу. Смотрите нас на следующей неделе, я и мои коллеги подробно расскажем обо всех значимых событиях из мира мордовского спорта. Не забывайте смотреть и пересматривать нашу программу в интернете, на сайте канала и странице в ютубе. А на сегодня это все, с вами был Юрий Осипов, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»